Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 31 октября, день Луки. Сегодня поминает святого апостола и евангелиста Луку. Он был римским гражданином, врачом, последовавшим за Господом Иисусом Христом. Потом сопровождал Павла в путешествиях, написал при жизни одно из четырех Евангелий, а также деяния святых апостолов. Лука является и первым иконописцем. Он писал иконы Богоматери, Чентаховской, Владимирской, Кикской, Сумельской. Поэтому Луку считали на Руси покровителем всех живописцев. В народе сегодняшний день Луки называли Луковым днем. Сегодня старались обязательно съесть лука, чтобы здоровье было крепким на весь следующий год. Было принято устраивать луковые базары. Сегодня утром отправлялись в церковь, чтобы помолиться святому Луке о благополучии и здравии в семье. А если человек болел, молились об исцелении. С этого дня начиналась осенняя путина. Можно было выловить рыбки для пропитания и продажи. Дело было опасным. На воде всякое случалось, поэтому снова молились Луке, прося его об успехе. В это время ловили платву, язя, стерлядь, леща, головля, окуня, сама, щуку. Рыб наши предки долго считали воплощением душ умерших людей. Приметы. Сегодня самые поздние сроки листопада – дуба и осины. Если на вишне сегодня еще остались листья, выпавший снег быстро растает. Если рога месяца смотрят в северную сторону, погода в ближайшие дни будет сухой. Если в южную, то сырость, дождливость продержатся до начала ноября. Если сегодня в сеть ёрш попался, хорошего улова не будет. В октябре быстро тает день, не привяжись за плетень. Теперь мы приготовим огуречный сок. Ну это вообще какой-то нонсенс, скажут многие. Почему? Потому что даже, наверное, и не слышали про огуречный сок. Потому что, наверное, какая-то нужна еще основа к огурцу, нет? Практически никакой основы к огурцу не надо. И знаете почему? Почему? Дело в том, что если мы будем использовать один огуречный сок, он у нас будет к тому же прекрасно очищать организм. Практически это структурированная вода. И будет являться великолепным мочегонным средством. То есть у кого имеются отеки, все это будет хорошо уходить. И плюс он еще будет обладать свойствами такими, как освежать. Потому что он охлаждает. Итак, мы с вами даем теперь огуречный сок. Внимание! Мотор. Как говорится, от винта. Я очень заинтересовалась тем, что огуречный сок помогает снимать отеки. Так его лучше пить на ночь? Какое правило его употребления? Это хорошее мочегонное вообще средство. Ой, какой свеженький запах. Запах освежает. Успокаивает. Снимает разного рода воспаление. Более того, смотрите, мы все это с кожурой сделали. Значит, здесь имеются микроэлементы, которые будут укреплять наши ноготки, наши волосы и кожу. Также способствуют тому, что, как мы уже ранее в какой-то из передач разговаривали, что он еще способствует тому, что нормально работает печень и что-то там с желтой желчью. Они способствуют, да, способствуют выведению этой желтой желчи или способствуют тому, чтобы она образовывалась. Ну, в общем, желтая желчь, как вы рассказывали, это этап работы печени. Для того, чтобы она разжижалась и лучше проходила по печени. Вот это самая желтая желчь. Да, потому что мы в основном используем сладкую, жирную, крахмалистую пищу, от которой наша желсть становится более густая. Для того, чтобы она была. Знаете, что со мной произошло? Да, что со мной произошло? Благодаря этому соку я узнала истинный вкус огурца. Потому что к огурцу у нас какое отношение? Ну, как-то там огурчик, ну, как хлебушек, ну, никто даже не придает значения. А то, что у огурца есть тоже несколько этапов раскрытия его вкуса, я поняла вот сейчас на этом соке. И вот действительно с его помощью прекрасно уталяется жажда. И знаете, этот сок такой нейтральный. То есть он, как бы сказать, не обладает какими-то там вкусами, что кислым, там сладким или еще каким-то. Он охлаждает. Охлаждает 100%. Это самое важное. Поэтому дачники и огородники наработались на даче, хочется пить. И сами знаете, все, что они выпили, сразу же потом выходит. Вы возьмите, выдавите лучше сока огурца и выпейте. Прекрасно утолить жажду, почувствуйте прилив сил и охлаждает. Зелененький огурчик. Я бы ничего не добавляла. Ни соли, ни соли из этих водорослей. Ничего. Ни чеснока, ни огурца. Вот он сам по себе. Уже прям да. И вы смотрите, действительно, для того, чтобы он действовал, как мочегонное средство, чтобы он действовал, вот, он говорит, на нашу красоту кожи, волос, лучше всего использовать вот сам по себе. А вот в помидорный сок так и просится добавить соли. Он будет способствовать тому, что будет очищать наш организм от разного рода слизи. Таня уже выпила. Что ты можешь сказать? Я начала откашливаться. Откашливаться. То есть все, что у нас имеется, более такое сгущенное, оно начинает рассасываться и выводиться. То есть организму надо дать имели. Откуда ее взять? Ее дает нам как раз огуречный сок. Что у нас? Огуречный сок есть. И я предлагаю теперь сделать огуречный сок, добавить еще влага. А, давайте. Он ароматный. Он сейчас даст ему, этому огуречному соку, такой уже стиль вкусовой. Он уже будет четким. Давайте. У меня уже все. Ну, кто бы знал, что огуречный сок поможет вылечивать застарелые вот эти бронхииты, тронхииты. Удивительно. Прекрасно действует на почки. Если имеется почно-каменная болезнь и там еще что-то, вода, огуречный сок, это практически структурированная вода. Она заряжена. А все, что, знаете, у нас не заряжено, вот смотрите, что получается. Вот в моче частицы все должны заряжены быть. И они тогда вот так вот отталкиваются друг от друга. Когда заряда нет, смотрите, все слиплось и образуется камень. Как только мы начинаем выпивать свежевыжатые соки, в частности, сок огурчика, вот эти вот все частицы опять приобретают заряд и начинают друг от друга отталкиваться, камушки, песочек начинают у нас рассасываться. Образно, но понятно. Да. Четвертые лунные сутки. Как всегда, после сильных энергетических суток следуют сутки со слабой энергетикой. Это закон. За волной следует отлив. Поэтому отдыхайте, размышляйте. И прежде чем что-то предпринять, хорошенько заранее подумайте о последствиях. Вообще проведите эти сутки в одиночестве. Либо просто погуляйте на природе, в парке. Очень хорошо сегодня петь, потому что энергетически активна шея и голосовые связки. Причем петь надо возвышенно. То, что облагораживает, избежает с миром красоты и добра. Естественно, в эти лунные сутки не следует творить злых дел, чтобы они не возвратились к вам. Постарайтесь не застужать горло. Пятые лунные сутки. Сегодняшние лунные сутки облагораживают и возвышающие действуют на человека. Рекомендуется подумать о вечных ценностях, идеалах и отвлечься от суетных дел. Физическую наружку сегодня дайте умеренную. Важно прогнать кровь организму, прокачать лимфу. Энергетически сегодня активен желудок. Поэтому он переварит буквально все, что в него попадет. Но это не значит, что можно есть все подряд. Наоборот, побалуйте себя изысканной, но естественной пищей. Голодать или делать пищевую разгрузку сегодня не рекомендуется. Раз активен желудок, дайте ему работу. Предпочтение отдавайте растительной пище. А вот интимные отношения сегодня не подходят. Воздержитесь от них. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok